В 18-й раз Международный инновационный университет распахнул свои двери для первокурсников. Университет сегодня по праву считается инновационным, в нем созданы не имеющие аналогов электронные образовательные технологии. Концепция развития Международного университета базируется на новейшей психологопедагогической платформе, разработанной в УЗИ, подчеркнула Галина Берулава. Ректор университета первая поздравила студентов с началом учебного года. Мне бы хотелось, чтобы вы очень гордо несли знамя университета, его имидж улучшали, и я думаю, так и будет. Мы сделали уже 38 выпусков, это очень много, и каждый выпуск, как нам кажется, все лучше и лучше, потому что приходят все более продвинутые, все более умные, все более энергичные ребята. День знаний в Международном инновационном университете отметили большим праздничным концертом. Его подготовили студенты учебного заведения, которым ВУЗ дает возможность развиваться, в том числе и творчески. Кроме того, в университете большое внимание уделяют развитию спорта, в нем учились и преподают чемпионы мира и Европы. Я горжусь нашими студентами Международного инновационного университета. Все, как бы, имеют возможность и поехать на практику по обмену, и все ездят, и все общаются. За долгие годы работы университет подготовил для города и края тысячи квалифицированных специалистов, которые трудятся в федеральных и муниципальных органах власти, возглавляют крупнейшие компании, финансовые структуры и правоохранительные органы. Я вообще приехал из города Самара. Об этом ВУЗе я узнал из доступных источников в интернете. Понравилось именно что? Что здесь очень высоко квалифицированный профессорский, преподавательский состав. Что здесь есть очень много мест, где можно проходить практику. Что есть возможность учебы за границей. Очень хороший набор преподавателей. Очень много разных способов проявить себя. Очень много курсов, прыжков. Завершение праздничного концерта ректор ВУЗа вручила первокурсникам символический студенческий билет, пожелав интересной жизни в стенах Международного инновационного университета. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Демир Даниловский, телекомпания ФКТ.